Всем здравствуйте, меня зовут Алексей, я доброволец. Алексею 25, и он универсальный солдат. Гранатомётчик, пулемётчик, штурмовик. В зоне СВО ему дали позывной «Рысь». Эти кадры сделаны за несколько минут до взрыва, после которого Алексея ранила осколком мины. Её противник спустил из дрона, который бойцы прозвали «Баба-Ягой». Тюменец чудом остался жив. Первая операция длилась пять часов. Первая операция у меня проводилась в Луганске, и вторая операция была во второй городской, здесь, получается, больнице. Это аппарат Элизарова, получается, вот 16 спиц мы поставили. У меня большеберцовая кость, получается, была раздроблена. Герой защищает наше поколение, показывает пример. Я считаю, мы должны равняться на таких людей. И глаза горят, и вопросы, и больше стараются проникнуть в эту тематику, очень мотивируют их, потому что большинство занятий проходят. То есть, да, интересно что-то попробовать. А после таких встреч у детей уже как-то идёт более углублённое это всё. За самоотверженность и отвагу тюменец представлен к ордену мужества. У воспитанников центра «Аванпост» герою было много вопросов. Алексей рассказал, что за полгода на передовой попадал в окружение и был контужен. Но о своём решении пойти добровольцем не пожалел ни разу. Что там творится, меня-то не очень устраивало. Нужна была поддержка ребятам, которые там находятся. Сегодня боец восстанавливается после операции и собирает документы ранений, чтобы оформить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь в планах учёба и свадьба. Бой против Бабы-Яги оказался судьбоносным. Ведь в госпитале под Луганском тюменский боец встретил свою любовь. Анастасия Лизаревич, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.